почему листья продырявленные вот так вот смотрите как вот у меня теплица с перцами перцы огромные высокие перца было очень много неделю назад как мы сняли очень много перцев приехали и что мы обнаружили на листьях вот посмотрите продырявленные листья вот они и стали желтеть эти листья вот как я покажу здесь и также на всем перца хотя еще перца очень много перца внизу ты наверху еще много завязывается еще сентябрь месяц они дадут еще много плоду вот но факт тот что вот такие вот листья пришлось мне проштудировать весь интернет прочитать что это за болезнь такая вот почему такие продырявленные листья вот оказались у нас на перцах вот и я для себя обнаружила что это не болезнь никакая перцев а здесь появилась тля и сейчас мы я буду производить эту обработку после обработки посмотрим что вечером когда уже жара спадет вот так вот провести такую вот обработку по листьям вот так вот хорошо не стоит Vamosと思います как население не затяжки но как тогда потели не жаром мужчина мыло хорошо Soy свою но Оставить это все на ночь, можно на сутки, чтобы прям шпена шла с листьев. Пройдут сутки и мы это прольем чистой водой и сверху прольем полоски, обмоем этот мылазонный раствор перца. После обработки мылазолой, который я делала раствор, посмотрите какие появились зелененькие листочки, вот они даже бутоны, вот они вот, как видите, вот они бутончики появились, новые перцы, перцем еще расти, расти и месяц и больше, они еще вырастут, потому что это теплица, не открытый грунт, их много, еще перчики будут, вот они еще. Завязывается и цвет, так что весь сентябрь еще нас будет радовать этот перец, вот так что я спасла свой перец, вот красненький, зеленый, еще много его, вот огромный, так что будут еще у нас перцы радовать нас весь сентябрь. И октябрь в земле огромный лежит, вот он лежит, прям упирается в землю, так что я считаю, что я свои перчики спасла от тли. Как вы считаете, болезнь это или же все-таки тля делает свою работу?